Это кадры, которых ждал весь мир. И до последнего момента мало кто верил. Американский спецборд сел в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сходит с трапа. Один маленький, но такой опасный шаг для человека. С риском развязать военный конфликт с Китаем. Если утром весь мир гадал, полетит она на Тайвань или нет, ближе к вечеру зазвучал вопрос, а долетит ли вообще. Разумеется, США не упустят возможность создать еще один очаг напряженности на Востоке. Хотя и пытается выдать визит за частную инициативу Пелоси. Китай в ответ на провокацию задействовал армию. Отдельные лица в США пытаются бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем. Это добром не кончится. Китай встретил непрошенную гостью масштабными военными учениями. Сразу два авианосца вышли в море. Тем не менее, самолет Пелоси все же взял курс на Тайвань. Вполне в американском стиле. Без спросу вторгаться на чужую землю. Они всячески втягивались изначально и в украинский конфликт. Потом они решили постепенно переключиться на историю с Тайванем. А между тем, они попробовали пробросить карту и с сербским вопросом вместе с Косово. То есть, они диверсифицировали сразу несколько направлений. А в каких-то напрямую участвуют, в каких-то опосредованно. Но мы прекрасно видим, что они пытаются сразу несколько очагов напряженности подготовить. За рейсом судного дня в одночасье следят 300 тысяч человек. Политологи разразились версиями. Китайцы могут перехватить, сбить самолет, что маловероятно. Или сконцентрируют силу берегов острова вплоть до высадки десанта. У Тайваня заметили военные самолеты-разведчики США. Если действиям китайского флота помешают американцы, столкновение будет неизбежно. Они готовы сегодня начать вот эту вот конфронтацию. Именно в преддверии выборов. Потому что сегодня складывается впечатление, что интерес американской общественности к событиям на Украине падает. Падает интерес к военным аспектам этой операции. Она не дает большого очень, как говорится, ну что ли, политических дивидендов для Байдена в преддверии президентских выборов. Ему тоже важно, может быть, отвлечь сегодня внимание американской общественности от внутренних проблем, которые нарастают, которые являются очень серьезными, и решения которых не просматривается. Ситуация накаляется с каждой минутой. Китайские истребители встали на боевое патрулирование. Огромное количество тяжелой боевой техники появилось на улицах провинции Фудзянь, что ближе всего к Тайваню. Перебрасываются баллистические ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки. Техника повсюду. На побережьях, городских улицах, колонны боевых машин грузят на десантные суда. Китайские военные готовы к выполнению задач. В полной боеготовности и Тайвань. Все это под многочисленные кибератаки и сообщения о минировании. Люди не выдержали и вышли на улицы, протестуя против визита Нэнти Пелоси, который может закончиться серьезным конфликтом. Та провокация, которую совершили Соединенные Штаты Америки, она сродни Карибскому кризису. Потому что 2 августа 2022 года будет запомнено, как фактически попытка начать Третью мировую войну. Потому что только мудрость и холоднокровие китайского руководства спасло мир от вот этих всех агрессий. Китай закрывает воздушное пространство в направлении Тайваньского пролива. В самый последний момент в Белом доме отказались нести ответственность за визит Пелоси. Борт приближается к аэропорту в Тайбэе. По тревоге с авиабаз в Японии подняли 22 боевых американских самолетов. В сторону Тайваня летят китайские истребители. И все это под звуки сирен. Как мы знаем, спецборд все же появился в небе над Тайванем. Китай не стал сбивать воздушное судно, хоть имел на это полное право. Пелоси приземляется и сходит по трапу. И это уже, де-факто, стало первым визитом на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия. Визит третьего человека в иерархии американской власти на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности, уже заявили в Китае. На что Пелоси ответила, что это лишь одна из серий запланированных делегаций Конгресса. Без ответа в Пекине это так не оставили. Восточная зона боевого командования китайской армии сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня уже сегодня вечером. А Белый дом, что отрекся от Пелоси, как ни в чем не бывало, обещал обеспечить ее безопасностью. Андрей Александров, Наши новости, ОНТ.